Привет, ребята! Сегодня мы с вами будем рисовать зайчика, который вышел в огород выкопать себе морковки к завтраку. Первое, что нам нужно сделать, это нарисовать нашему зайчику голову. Чуть выше серединки листа нарисуем кружок. Теперь нашему зайчику нужно нарисовать длинные ушки. Добавим глазки, небольшие кружочки. Чтобы глазки ожили, нам необходимо поставить зрачки. Также нарисуем носик. Носик у нас похож на треугольничек, который смотрит вниз. Добавим зайчику ротик. Он похож на крючок в одну сторону и в другую. Можно нарисовать зайчику в ротке и усике. Теперь нарисуем туловище. Большой овал. Лапки у зайчика небольшие. Нарисуем сначала передние лапки. Теперь нарисуем ножки, нижние лапки. И не забудем маленький хвостик. Хвостик мы рисуем сбоку. Теперь нарисуем нашему зайчику штанишки. Просто разделим туловище пополам. Теперь на наших штанишках можно нарисовать или точечки, или полосочки. Я нарисую точечки. Маленькие горошинки. Также можно нарисовать зайчику рубашечку. Для этого нужно верхнюю часть туловища тоже поделить пополам. Теперь добавим пуговки на рубашечке. Тоже небольшие кружочки. Также можно дорисовать рукава. На лапках проведем одну маленькую полосочку. Теперь нам нужно нарисовать грядки, на которых растет морковка. Для этого нам нужно провести ровные линии. Одну морковку мы дадим зайчику в лапку. Дорисуем еще ботву нашей морковки. Теперь нарисуем морковку, которая растет на грядках. Морковка растет в земле, поэтому ее не видно. Видно только ботву, которая растет сверху. Поэтому сейчас мы с вами только будем рисовать ботву. Рисуем ее просто палочками, как кустики, которые растут вверх. На каждой грядке можно нарисовать несколько морковок. И на второй. Замечательно. Также у зайчика есть маленький садик. И он у нас находится за огородиком. В садике растут деревья. Яблонь и груши. Сейчас мы нарисуем яблоню, которая растет в садике у нашего зайчика. Нам нужно нарисовать сначала ствол дерева. Несколько прямых линий. И крону. Кружок. Теперь добавим яблочки на дереве. Небольшие кружочки. И еще одно яблоню. Рисуем также сначала ствол. Две линии. И крону. Кружок. Или овал. И добавляем яблочки. Откладываем карандашик. И берем вот такую большую кисточку. Начинать рисовать мы будем с листиков на деревьях. Для этого нам нужно взять желтый цвет. Выложить его на палитру. И добавить немножечко яркого зеленого. Начинать мы будем с самых светлых листиков. Ставим просто ножочки на деревья. Там, где у нас крона. Необязательно их соединять. Между ними может оставаться место. Только не заходим на ушки нашему зайчику. Теперь ставим листики светленькие. У второго деревца. Яблочки пока можно зарисовать. Теперь берем темный зеленый. Выкладываем на палитру. И добавляем темные листики. Там, где у нас остались белые промежутки. Можно взять второй зеленый. Вот такой. И добавить еще такие листики. Яблочки пока зарисовываем. Вот такая сочная листва у нас получается. Хорошо прокрашиваем края. Чтобы работа выглядела законченной. Не оставляем белые промежутки. Промываем кисточку. И этим же цветом можно нарисовать ботву у морковки, которая растет на грядках. Кто хочет, может взять кисточку потоньше. У кого получается, может рисовать полстой кисточкой. Промываем кисть. И вытираем тряпочкой, не забывая, лишнюю краску. Теперь берем цвет, который называется охра. Он у нас светло-коричневый. И мы будем делать землю на огороде. Добавим сюда немножечко томного коричневого. И сделаем грядки. Сначала одну грядку. На второй грядке земля будет чуть-чуть посветлее. Мы добавим беленького немножко в этот цвет. Аккуратненько обходим ботву. Стараемся на ней не заходить. И на ножки нашему зайчику. Следующая грядка будет темная. Земля на ней будет немножко потемнее. Цвет понасыщеннее. Промываем кисточку. Добавляем беленький. И делаем грядку последнюю посветлее. Чередуем. Светлый и темный тон. Светлый коричневый и темный коричневый. Белые места доводим аккуратненько кончиком кисточки. Стараемся не нажимать сильно. Промываем кисть. Остатки воды и краски вытираем тряточкой. И выкладываем на палитру чистый белый цвет. Добавляем немножечко синего. Как вы думаете, какой цвет у нас получится? Совершенно верно. У нас получится голубой. Голубым мы будем делать небом. Аккуратненько стараемся не зайти на листво и на ушки зайчика. Но также не оставляем белых мест. Можно брать кисточку по кончику, как я уже говорила. Можно попробовать справиться толстым. Сейчас мы с вами доделаем небо и продолжим делать зайчика. Заканчиваем. Промываем кисточку. Вытираем тряпочку. И не забываем сменить водичку. Теперь нарисуем нашему зайчику штанишки. Для этого мы возьмем среднюю кисточку. Наберем водички. Водичку мы уже поменяли. Она у нас чистая. И наберем вот такой темный красный цвет. Я сделаю ему такие яркие штанишки. Выкладываем его на палитру. И пока полностью штанишки зарисовываем. Похоже, когда они высохнут, мы поставим на них точечки, которые у нас были, горошинки. Аккуратненько следим за краю штани. И дорисуем штанины. На лапках одну и вторую. Промываем кисточку. Теперь давайте подумаем. Какой у нас будет зайчик? Зимой зайчик обычно белый, так как он маскируется под снег. Летом зайчик обычно серенький. Поэтому мы возьмем белую красочку. Выложим на палитру побольше. И добавим туда немножко черного цвета. У меня нету черного, поэтому я возьму немного коричневого. И немножечко синего. И у меня получится серый цвет. А вы можете просто беленький добавить немного черного. И сделать такой светлый серый цвет. Начнем нарисовать с ушек. Ушки у нас будут самые светлые. Сделали одну ушко. Зайчик пушистый, поэтому можно немножко выходить за конкур, чтобы ушки смотрелись как настоящие. Одну ушко и второе. Теперь нарисуем лапки. Тоже у нас будут светленькие. Мордочку можно сделать чуть-чуть потемнее. Добавить немножечко больше черного. Зарисовываем все, кроме глазок и носика. Усики и ротик мы дорисуем потом, когда голова высохнет. Можно тоже делать такой не очень ровный край. Такой задчик у нас пушистый. Дорисуем лапки. Можно добавить больше беленького. И не забудем про маленький хвостик. Промываем кисточку. Теперь нарисуем нашему зайчику рубашку. Я возьму для того, чтобы нарисовать рубашку, темный синий цвет. Вы можете выбрать любой синий цвет, который вам понравится. Я хорошо-хорошо набираю. Темный-темный такой цвет, чтобы он у меня не сливался с небом. И рисую рубашку. Пока все пуговки мы зарисовываем, Когда подсохнет, мы и снова нарисуем. И рукавчик один. Одна ручка. И вторая. Промываем кисточку. Посмотрите, что у нас зайчик держит в руке. Совершенно верно. Это морковка. Про нее тоже нужно не забыть. Если у вас есть оранжевый цвет, можете взять его из баночки. Если же нету, смешайте желтый и добавьте в него немножечко красного. И рисуем морковочку. Нарисовали саму морковку. Промыли кисточку. И нарисовали ботву. Именно ботва у нас торчит из земли. А морковка прячется глубоко-глубоко внизу. Промываем кисточку. Теперь берем темный коричневый цвет прямо из баночки. И делаем стволы деревьям. Нашим яблонкам. Одной и второй. Можно где-то еще веточку добавить. Одну, вторую. Если вам захочется. Промоем кисточку. И нарисуем яблочки. Возьмем яркий красный цвет. И просто добавим какие-то кругленькие пятнышки. Промываем кисточку. И берем кисть еще тоньше. Ей мы будем делать детали. Пуговички, глазки и точечки. Точечки будут беленькие. Берем уже штанишки посохни. И ставим такие маленькие кружочки, дорожки. Промываем кисточку. Берем темный коричневый цвет и рисуем носик. Вытираем кисть. Ставим белые глазки. Не ставьте сразу зрачки, поскольку краска пока не высохнет. Все может растечься. Проводим линию посерединке нашей рубашечки. И теперь ставим пуговки. Пуговки могут быть любого цвета. Могут быть желтые, могут быть синие, могут быть красные. Промываем кисточку. Набираем темный синий. И ставим зрачки в глазки. Можно побольше поставить. Берем красненький цвет и добавляем ротик. Можно дорисовать еще полосочки на морковочке. Красным цветом. И еще разочек подчеркнуть наши грядки. Провести их. Где у нас первая грядка. Где у нас вторая грядка. И третья грядка. Ой, ребята, а посмотрите, что мы еще забыли ему дорисовать. Мы забыли про бровки. Бровки можно сделать немножечко темнее. Возьмем белый цвет, добавим немножко черного. И нарисуем нашему зайчику бровки. Вот такой замечательный зайчик у нас получился. Брян. И вот. Возьмем. Брян. 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 И вот. Продолжение следует...